Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракату. Мы продолжаем с вами изучение всех тонкостей правильного чтения суры Аль-Фатиха. И с вами я, Умм Малик, Муджаза по десяти малым قرآтам Корана. В современном мире особые технологии, у них особые правила, и поэтому прошу вас поддержать проект. Если вам интересно и важно изучение Корана и всего, что с ним связано, подпишитесь, ставьте лайк и делитесь с другими искателями знаний. Смотрите все видео до конца, жмите на колокольчик под видео, чтобы видеть первыми все новые видео на канале. А мы продолжаем. Мы разобрали с вами первые три слова из первого аята, и сегодня, иншалам, мы перейдем к следующему слову. Это последнее слово в этом аяте, и это слово АРУАХИМ. Как мы видим, слово у нас начинается также с соединительной гамзы, как и предыдущее. И в начале все то, что было сказано про слово АРУАХМАН, все тоже сочетается из АРУАХИМ. У нас начало на гамзу талюасль, соединительную гамзу. Сейчас уже немножко расширим наше познание, само название на арабском языке. У нас есть гамзу талюасль и есть гамзу талюасль. Гамзу талюасль, как мы помним, она читается только при начинании. Если она будет читаться, так как эта гамза является частью артикля, она будет читаться с фатхой А. Теперь, иншалам, мы перейдем с вами к следующей букве, это лям. Лям, опять же, артикля. И обращаю внимание на ее суккун. Будем его называть суккун-невидимка. Суккун, который мы не видим. То есть он такой невидимка. Но, по сути, он у нас есть. Как правило, такой суккун, он будет встречаться достаточно часто и в сурах Аль-Фатиха, и в других сурах. Он указывает у нас на то, что буква или вообще не читается, или может быть связана еще с правилом Ихфа, или с правилом удлинения. В этом случае это лям не читается. И это связано с тем, что у нас далее идет и дыган, солнечные буквы. И про них мы, иншалам, еще про солнечные буквы будем говорить в ближайшие уроки, иншалам. То есть при начинании мы перейдем сразу на следующую букву. А учитывая, что мы будем читать этот аят слитно, то есть соединяясь с предыдущими, то первые эти две буквы в слове, то есть Гамзет, Лосль и буква Лям, они у нас читаться не будут. И мы начнем сразу чтение с удвоенного Ра. И это Ра с Фатхой. Напоминаю, что нам нужно дать время быть услышанным Ра с Укудом, без чрезмерности, и затем Ра с Фатхой. При этом мы их не разделяем. Не говорим Ар, Ра. То есть у нас вместе. Ну, при тренировке, когда мы тренируем, это, конечно, допустимо, чтобы их плавно потом соединить. Но в чтении мы не говорим, да, Ар, Ра, Хим. Нет. Ар, Ра, Хим. Да, мы их соединяем вместе. И обращаем внимание на Фатху. Не делаем Ро, Ро. Не округляем, не делаем чрезмерности. Да, у этой буквы нету таких цифат, как ИСТИАЛЯ или ИТБАК. Поэтому и сила ее твердости соответствует как бы ее цифатам, ее характеристикам. И все, что мы говорили ранее, да, если вы все серии урока просматривали, тоже сюда относятся. Значит, мы читаем Ра удвоение. Если мы начинаем, да, то мы говорим А, Хамзадали Уасль, и Ра удваиваем. И переходим к следующей букве. Буква Х. Буква Х у нас уже встречалась в этом аяте, в предыдущем слове. А, Ра, Хамзадали Уасль, и у нас она там была с Сукуном. И я обращала внимание ваше на то, что с Сукуном, да, длина буквы ее Махарач, как она должна произноситься. Но здесь она приходит с согласовкой, да. То есть Махарач мы, соответственно, это середина горла соблюдаем. Но очень важно правильное произношение кастры, да, как, опять же, у нас было на первом уроке. Я вам говорила о том, как мы произносим кастру. И обращаю ваше внимание, так как часто допускают ошибки, или говорят Хи, Хи, то есть кастр тогда, в принципе, неправильно у нас нету правильного произношения кастры. Или другая крайность Хи, Хи, очень прижимает на середину языка, на Махарач, Харфелья, что тоже неверно. Почему? Потому что у нас дальше идет не Я согласовкой, да, или Я линия, а у нас есть долгое Я, поэтому у нее есть свои особенности. То есть у нас легкое касание, получается, боковых частей середины языка, легкое прям касание, то такое еле ощутимое, чтобы просто придать форму языку правильно и какого-то сильного давления на конкретную точку нет. Далее у нас идет Я, а Махарач долгих букв, это Альдьоф, полость рта, да, где нету ощутимой точки нажатия. И это нужно соблюдать, вот эту силу умеренности, чтобы не было чрезмерности, что дает тоже Хи, Хи, никакой звук какой-то резкий и не очень приятный. То есть у нас должно быть Хи, 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 да, не Хи, Хи. Это нужно тоже учитывать. Я, Са, Кина. Приходит Я с Сукуном, и обратите внимание, это Я с Сукуном-невидимкой, да, то есть Сукун-невидимка приходит над долгими буквами, над долгими буквами. И мы видим Я, у которой две точечки снизу, да, видим, как она соединяется, и перед ней приходит Касра. А если Я у нас приходит Сукуном, в данном случае Сукуном-невидимка, и перед ней Касра, то это долгий Харф. И не давим Хи, и не делаем сильных таких нажатий. Плавное это у нас Харф, Мэд, да, долгий, а не с огласовкой, да, где там середина языка у нас активно задействована. АРЛАХИ, АРЛАХИ, ХИ, ХИ, да, плавно. Тренируйте. Очень важно потренировать вот эти ХАСКОСРЫ, потому что здесь очень часто ошибки бывают, это практически каждый второй, если не чаще, допускает в начале ошибки, особенно если поначалу вот эта чрезмерность выражена сильно. и долгий тоже ХИ, АРЛАХИ, АРЛАХИ, в два Хараката. И у нас последняя буква, это буква Ми, мы уже встречали ее в первом самом слове, да, где у нас было БИСМИ, и Ми с КАСРОЙ уже у нас встречалась. Поэтому, если мы ее будем читать с огласовкой, то у нас будет АРЛАХИ, МИ, АРЛАХИ, МИ. Сегодня мы завершаем разбор последнего слова, первого АЯТА. Прошу Аллаха облегчить нам понимание правильного чтения Курана, дать легкости в чтении его АЯТОВ и истинное понимание исследования книги Аллаха. Пусть Аллах также облегчит мне путь передачи и получения знаний. С вами была Умм МАЛИК, МУДЖАЗА по десяти малым каратам Курана. Прошу поддержать проект своими лайками, дуа, распространением благих знаний. Встретимся на следующем уроке. Инша Аллах. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Инша Аллах,